Привет, друзья, с вами Мила Хейл, и мы с вами гуляем по городу Рали, это столица Северной Каролины. Конец февраля, представляете, цветет вот эта вот декоративная груша. Еще раз скажу, я в прошлом видео говорила, что когда мы уезжали, 25 февраля, 23 февраля мы уезжали, вот нарциссики. У нас еще вообще была настоящая зима, у нас холодная зима в Техасе была, вообще все деревья еще стояли в замороженном виде, не в замороженном, ну как холодная, ну была зима такая, ну где-то было даже до минус 5, вот недели, наверное, 2 в общем было. А тут мы приехали, а здесь уже деревья цветут. Трижды я в этом году встретила весну. Вот именно весну я встречаю, о каком времени я говорю, вот именно об этом времени, когда цветут вот эти вот декоративные груши, они первые из деревьев зацветают. Так, и сейчас мы с вами пойдем в такой очень интересный райончик, это такой исторический район, называется Оквуд. Оквуд это дубовый, ок это деревья дубы. И вот мы сейчас туда идем, это очень интересный такой район, где до сих пор там люди живут, это просто жилой район. И этот район, он построен был еще в 19 веке, в середине 19 века, и до сих пор там люди живут, это не музеи, это настоящие дома. Естественно, здесь некоторые дома уже перестроены, но перестроены именно в том духе, именно такими же, какие они были. То есть если что-то перестраивается, то именно по чертежам, вот именно, ну чтобы дом имел такой же вид, потому что они хотят сохранить вот этот вот исторический район. Он, кстати, внесен в реестр исторических мест Соединенных Штатов Америки, такой считается знаменитой. Здесь дома в основном в викторианском стиле, вот видите, да, вот такие верандочки. Вот эти дома у нас в Техасе я редко это вижу, только в Галвистоне видела, это такой небольшой город на побережье Мексиканского залива, недалеко от Хьюстона. Вот я там видела в таком стиле викторианском с верандами вот такие вот дома. Ну, викторианский стиль, это стиль, который начал развиваться вот где-то в середине 19 века. Я не могу сказать, что это, во-первых, я не архитектор, и не специалист по архитектуре, и не музейный работник. Я вот отношу к викторианскому стилю вот такие вот дома. Но вообще викторианский стиль, он такой бывает разный. Там есть и нюготика, и какой-то стиль королевы Анны, в общем, разные-разные. Я, когда вижу вот такие верандочки, я понимаю, что это викторианский стиль. Еще говорю, в Галвистоне это я тогда обратила на это внимание. Там когда-то строили, похоже, там строили дачи, наверное, вот такие вот деревянные дома с такими вот красивыми какими-то фасадами. Вот, и мы сейчас с вами тут погуляем. В основном здесь вот такие вот дома не очень большие. Их около, наверное, сотни домов здесь. Он очень большой. Я не знаю, я, конечно, не есть, наверное, прошла. Просто прошла вот так кругом, может быть, какие-то. Вот видите, люди здесь живут, вон стоят контейнеры. Здесь уже как-то не очень удобно, он такой маловатый, как бы становится для людей, да, но все равно они сохраняют вот этот нейборх, потому что это знаменитое место. Я просто гуляю, я не знаю, как называются эти дома, когда они там были построены. Я бы, конечно, хотела здесь взять тур, потому что всегда интересно мне, например, слушать, вот кто жил в этих домах. Я сама из Ярославля. И, знаете, я очень люблю до сих пор вот гулять по центру города. Я последние, так, сколько, 8 лет мы последние жили прямо в центре города, на улице Трефолева. Я тоже много читала Ярославля, я старалась как-то вот узнать, что это. И было трудно тогда еще узнать вообще. Меня интересовало, что вот не просто архитектурный стиль дома или что, а вот кто жил, кто построил этот дом, кто здесь жил, какие-то семьи. Ведь у каждого дома есть своя история. Ну вот, сложно как бы было это узнать. Мы сами жили с сыном в доме, который 1847 года постройки. Было трудно очень все это узнать в архиве, в областном. Благодаря тому, что у нас в подъезде жила там одна помощник депутата, такая активная очень дама, вот мы с ней, значит, добились того, что... Мы хотели узнать про этот дом. И добились того, что нам дали, нашли там такую подписку газет, где было написано, что вот в 1847 году, не помню уже каком месяце, завершено строительство дома, который построил купец Власьев, и это доходный дом его. Вот я жила в этом доме, в старинном таком. И больше ничего. Мне бы хотелось, например, ведь были же раньше там домовые книги, да, кто там жил, кто там вселялся в этот дом и жал из этого дома. Вот ничего такого больше мы найти не смогли. А вообще, наверное, это очень интересно было бы. Я просто тут болтаю с вами, а вы смотрите, да, это конец февраля, это 20 какое-то число, уже забыла какое. И 27-е, по-моему, или 25-е. Естественно, здесь еще особого ничего, ни цветочков, ничего, но вот еще все равно уже что-то есть, да, начинает все цвести. Я вам ничего это не комментирую, просто рассказываю немножко другое. Так вот, здесь наверняка, здесь есть такие экскурсии. Когда я искала по интернету, значит, что мне тут можно посетить, какие, что там в даунтауне, в центре ралли можно, где можно погулять, какие там музеи, что там интересного. И я как раз нашла предложение вот тура по этому дейбрходу. Знаете, какой красивый дом, а? Тур проводила женщина, которая в обычные дни она работала, а вот в субботу в 2 часа она на определенном месте собирала группу. Ну, кто хотел, приходил, и там написано, ну, приходит, это все происходит сейчас, это дерево вот такое старинное. А это Магнолия. То есть она приглашала в этом сайте, до сих пор приглашает, приходите в 2 часа вот на такое-то место, и я провожу по этому вот дейбрходу вот эту просто бесплатную экскурсию. И там немножко она себе написала, что она приехала, я не помню уже откуда, там лет 15 что ли, 10 назад. И она говорит, я была просто восхищена этим районом, и мне так хотелось здесь жить, я ходила по этим улицам, и представляла, что я вот здесь буду жить в этом каком-то из этих домов. И в результате она вот сейчас здесь живет, купила себе дом и здесь живет. Просто влюблена в этот район и бесплатно проводит она экскурсии по субботам. Я туда не попала, потому что мы в субботу уже поехали домой. Хотя об индивидуальной экскурсии с ней нужно было договариваться за много заранее, потому что она говорит, я работаю, я могу только вот в выходные свои в субботу. Вот, и вот знаете, я хочу сказать, если кто-то из вас живет в каких-то таких туристических городах, то почему бы не сделать вот такую тоже вещь. Сейчас можно и через соцсети себя продвигать и так далее. То есть просто, ну, конечно, если вы любите это дело, я знаю те, кто, люди, вот я знаю москвичей, которые там живут давно и знают такие интересные районы, в которых туристов даже не возят. То есть есть какие-то разные уровни вот этих экскурсий, да, вот есть люди, которые только что приехали туристы, ничего тут не знают, им, конечно, всего не расскажешь и не покажешь, поэтому как бы такие верхушки снимают, да, самые сливки снимают, показывают им там в автобусе или там на пароходике катают, что-то такое рассказывают. Но, например, для людей, которые москвичи, которые тоже не успевают все это посмотреть, часто люди живут и, ну, в общем-то, никуда и не в театр не ходят. То есть, ну, возможно, здесь, ну, ладно, когда-нибудь это сделаем, да. Ну, есть такие энтузиасты, которые тоже, я знаю, что в Москве тоже проводят вот такие вот экскурсии очень интересные. Вот. И я думаю, что, ну, если вот кто-то найдется такой интересующийся, такой увлеченный человек, это очень хорошая идея, например, для уже, кто-то на пенсии, может быть, почему бы вот не сделать то же самое. Сейчас через интернет можно многие-многие услуги продвигать. Так вот, еще хочу сказать об этой вот экскурсии, об этой, которую она проводит. У нее там, например, так и написано, что бесплатная экскурсия. Но я-то американцев знаю, они наверняка, но, понимаете, они привыкли, для них это нормально совершенно, благодарить человека за услугу, за, ну, например, официанта в ресторане, благодарить за хорошее обслуживание, то есть, чаевыми. И поэтому я думаю, что наверняка ей люди, наверное, может быть, даже больше платят вот чаевыми, чем вот они бы сплатили, если бы купили, например, 5 долларов билет. Ну, не знаю, я так подозреваю, вот, но мне не удалось с этой женщиной встретиться. Я думаю, что она рассказывает здесь очень много интересного, если она предлагает эту экскурсию. Наверняка какие-то истории, вот, кто жил там, в каком доме. В общем, короче, смотрите, я сейчас иду и вот все болтаю. И хочу сказать, посмотрите сейчас, какие там домишки, совсем маленькие, да, вот на той стороне. То есть, здесь начинали жить люди, которые, ну, достаточно богатые были. Ну, а потом уже там такие, по другой улице я сейчас иду, потом уже к ним присоединяются люди, там, ремесленники разные, которые уже, ну, не настолько богатые. И у них домишки здесь уже попроще. И тем не менее, они даже вот эти дома сохраняют, что для меня удивительно, потому что, знаете, американцы привыкли жить просторно. Просторно, вот они сразу как-то вот просторно живут. Дома у них большие, конечно, несколько спален, да, дома считаются на спальне. Вот, смотрите, какие домики маленькие, да, вот какие-то большие, а какие-то совсем маленькие. Ну, там справа совсем маленький домик так, с одним окошком на фасаде. Так вот, что я заметила, я здесь живу уже вот 11 год, что я заметила, вот новые районы, которые застраиваются, в них все больше и больше площадь дома, дома все больше и больше. И еще у меня есть знакомая, которая живет в Милуоке, и она рассказывала мне, что у них дом, вот сейчас ему уже 100 лет. И я видела ее в гугле, ее дом, нормальный дом, симпатичный такой, но она говорит, ну, все вроде бы нормально, и нормальный дом, и нормально сохранился, и все, но гардеробные очень маленькие. Вот насколько люди меньше вещей имели раньше, да, чем мы сейчас имеем. Здесь не принято хранить одежду, там, в каких-то шифонерах, шкафах, да, здесь просто специальная гардеробная, которая как бы не мебель, а просто маленькая комнатка, ну, маленькая или большая комнатка. Сейчас они все больше и больше, эти гардеробные, потому что 100 лет назад, вот она говорит, что ты не представляешь, какие у нас маленькие гардеробные, у нас негде хранить одежду, насколько мы за 100 лет изменились, да, в плане, сколько у нас одежды стало. Вот это вот весенние какие-то первоцветы, я все хожу, снимаю, я же не могу это пройти, пройти мимо этого. Ну, вот, наверное, я вам все рассказала, что хотела. Так, про викторианский стиль еще вот что расскажу. Почему он так называется? Потому что он начинал развиваться вот в эпоху королевы Виктории. Королева Виктория вообще удивительная женщина, она правила, она вообще с 1819 года рождения, а правила она с 1837 по 2001 год. Представляете, с 1837 по 2001. Это получается 64 года? Я ничего не наврала. Это только правление ее было. Конечно, она в такую длинную эпоху называется ее имени, викторианское. В это время как раз зарождалась буржуазия. Ну, как зарождалась? Конечно, она в начале 19 века уже появлялась, но вот это середина 19 века, это как раз расцвет пошел уже в буржуазии. И вот этот викторианский стиль, как он был создан, это буржуазия, которая разбогатела. Они хотели тоже жить как аристократы, как высшие классы. И вот они начали в архитектуре вот такой стиль поддерживать. То есть тогда там тоже над ними смеялись. Там какой-то писатель, я помню, цитату читала, что излишества, всякие там украшения, они пытаются подражать каким-то богатым домам. Но это все строится из дерева. Тогда начала зарождаться и развиваться очень быстро деревообрабатывающая промышленность. Ну, вот всегда, когда что-то новое появляется, находятся люди, которые с пренебрежением об этом говорят. Но посмотрите, какая красота. Вот, ну, красивая же дома, очень симпатичная. Вот, а он ругал за то, что излишества всякие там, какие-то много деталей на фасаде и так далее. Вообще, этот викторианский стиль в несколько там направлений, но вот я в них сильно не разбираюсь, конечно. Мне очень нравятся вот эти аккуратненькие, посмотрите, какие заборчики, заборчики беленькие, аккуратненькие, да, вот эти лесенки. Я уже сказала, что я видела такие дома в Галвистоне у нас, в Техасе. Вот в Техасе в одном месте видела. Но я не претендую на то, что, конечно, Техас большой, я же не везде была. И видела я, не очень давно мы ездили в Северную, нет, мы ездили в Небраску, да, заметили, там тоже вот примерно такие же дома были, в столице Небраски, Линквиль. И вот видела, и вот здесь увидела. Это, ну, близко к восточному побережью. Вообще, так далеко на восток мы еще не ездили хоть первый раз. Ну вот, наверное, и все. Сейчас мы тут догуляем в этом районе. Я надеюсь, вам нравится эта прогулка. И пешеходные прогулки просто удивительное место. И как-то мне так повезло. Дождь начинался потом, такой маленький, потом прекратился. Я вот так с удовольствием тут погуляла. Вот они декоративные груши опять. Давайте все-таки догуляем в этом районе. Я не буду вас торопить. Я надеюсь, что вам интересно полюбоваться. Людей я почти не встретила. Я видела только один человек. Там сидел такой мужчина на крыльце. Сидел, слушал птичек. Вот. Почему нет людей, я еще расскажу. Людей нет, потому что, во-первых, они все на машинах. Во-вторых, это рабочий день. Естественно, люди уехали на работу. Те, кто не уехали на работу, они пешком, они не пойдут. Вот как я здесь гуляю, пешком они не пойдут. Если им нужно в магазин или куда, они, естественно, поедут на машине. Поэтому все время говорят, что вот. Почему у вас людей нет на улице? Ну, потому что расстояния большие, общественного транспорта нет. Хотя вот здесь, в этом городе, есть общественный транспорт. Но все равно не такой, как у нас, что прям там почти по всем улицам и так далее. Нет, конечно. Есть по основным магистралям. И пешком они не привыкли ходить. Да, вот еще что не рассказала. Значит, здесь, оказывается, в Рождество проводятся такие, называется, свечные туры. То есть, туры, где можно зайти... Ну, какой симпатичный свечок, да? Ну, смотрите, просто вьющиеся растения. Это вот... Айвета. Плющ. Плющ. И смотрите, как здорово подстрижены. Такая декоративная... Декоративный дворик такой маленький получается. Ну, симпатичный же, прелесть. Так вот, во время этих свечных туров, перед Рождеством, люди пускают посетителей в свои дома. Как вот внутри... Не только снаружи, как украшено, но и как внутри украшено. Можно приходить, приезжать и смотреть. И еще этот район отличается тем, что бэк-ярды... Вот впереди, да, немного совсем, обычно такие маленькие дворы, ну, что мы сейчас ходили, смотрели, да, перед фронт-ярд, то есть, обычно небольшой. А на бэк-ярдах у них оказываются шикарные сады. И тоже есть такой тур, называется, тур по садам, где по самым красивым садам можно вот такой тур купить, походить. Классно, правда? У меня так прямо, я не знаю, мне так руки чешутся всегда на это. Думаю, вот у нас много там деревенек, которые недалеко от городов расположены, там около каких-то магистралей, да, маленькие деревеньки. Ребят, ну давайте сделаем что-то вот похожее, такое в русском стиле, да, тоже там цветы какие-то, вот, ну, чтобы было так со вкусом все оформлено. Ну вот, ну я такая, конечно, выдумщица. Я, кстати, я, кстати, пыталась это сделать, но вот не успела. Не буду на эту тему, потому что сейчас, как сказать, что-то делала бы. Ну вот, не успела я это сделать, но вообще эта идея очень хорошая. Во-первых, значит, смотрите, две идеи я вам сегодня подсказываю. Первая идея – это проводить вот такие воскресные туры. Ну, может быть, вам не столько будут, как сказать, чаевых давать, но наверняка кто-нибудь заплатит. То есть, если вы, я поняла так, как мой муж сказал, ты бы, наверное, готова была платить людям, которые разрешили бы посадить тебе цветы у себя там на фронт-ярте. А вот я прикинула так и думаю, да, наверное, да, я бы готова была платить людям за то, чтобы они мне разрешили посадить цветы. Но, понимаете, посадка цветов все не ограничивается, там надо за ними как-то ухаживать и так далее. И поэтому я как-то так особо на этом не настаиваю, потому что у меня был такой опыт, когда просто посадить, оставить, и люди как-то то забывают полить, то еще что-нибудь. Вот, поэтому это не так-то все просто. Это как Табаков когда-то говорил, да, что я бы, я уже, я готов даже людям платить за то, чтобы они приходили и вот на спектакль, да, насколько он хотел играть, насколько это было его призвание. Вообще, говорят, так вот призвание определяется, если вы можете это делать бесплатно, это ваше призвание. Еще немножечко, давайте поговорим про чаевые, вообще слово чаевые, tips, это t-i-p-s, да, tips. Оказывается, это сокращение, это я у Дружбинского узнала, он рассказывал, ну, как наше КПСС, да, такое сокращение аббревиатура. И означает оно to improve service, to improve service, это, вот, белка пришла проверять свои запасы, я так понимаю. Вот, и это слово, это сокращение вот такой фразы, чтобы улучшить сервис. То есть, это не просто так, это чаевые, вот, платят, чтобы улучшить сервис. Действительно, это так. И я, как я к этому отношусь, я совершенно нормально к этому отношусь. Я считаю, что если, ну, какие-то традиции есть в стране, ну, я же не буду их менять, правильно? Я уже к этому привыкла, я вижу, как, например, мой муж, он с удовольствием отдает эти чаевые, там, есть определенный, как бы, процент, он все время там сидит, считает этот процент. В некоторых ресторанах прям даже написано, что если вы хотите столько процентов заплатить, прям на чеке, то это столько, если столько, то столько, вот. То есть, ничего считать не надо в некоторых ресторанах, в некоторых нет. Но он, если действительно было обслуживание хорошее, он просто с благодарностью действительно отдает и благодарит человека, и он благодарен, что он хорошо обслужил, хорошо общался. И это, ну, нормально. Если не очень хорошо обслужили, то меньше дает чаевые. Да, меньше дает. Несколько раз так было, ну, пару раз точно, я помню, было, что он случайно давал чаевые слишком, ну, больше, чем обычно. И один раз он дал специально, потому что ему очень понравилась официантка, которая нас обслуживала, и она нас догнала, когда мы ушли, и спросила, вы не ошиблись, вы действительно вот такие, чем вы оставили. Он сказал, да-да-да, мы не ошиблись, нет-нет, все нормально. Другой раз было, что он просто действительно случайно не тот Билл оставил, и тоже за нами парень пришел, нас догнал, когда мы уже подходили к машине, он нас догнал, он говорит, вы ведь ошиблись, наверное. Вот. А сейчас я уже пришла из этого неймбр-хода, вот в центре, и это я около музея науки. Говорят, здесь прекрасный музей науки, там лучший в Америке, это мне тут рассказывали мужчины, которые меня тут сопровождали, но я туда не попала, было уже поздно.